Абрикосы В прошлом году было два плода А в этом 15 Опылитель, как я писал, высылал Так и не проснулся Дело в том, что я вообще все родословно Приобрел институт Я убрал это в каком институте Потому что как-то даже не лог стало Почему? Потому что вроде бы Триумха с другой стороны Зачем унижать И так далее Не знаю, может слива, которая рядом Академика опылила Нет, не опылила Или он частично самоплодный Да, он частично самоплодный Вообще ему нужна пара Так вот, я почему выделил эти четыре слова Ему не пара нужна, ему целая компания нужна Какой посоветуете заказать у Сергея Валерьевича? Понятия не имею Вы представляете, что такое смешанный сад? Растет Я показывал фотографии Тут два мостя где-либо, между ними метр А как могут не опылять друг друга Бродского, когда они вообще у них уже Все переплюлись Вот Но не пара нужна Из этой пары кто-то один попадет под заморозок Я вам потом поподробнее на эту тему Пониже Компания нужна Вот Крупноплоды не сильно росли Это не ко мне Значит, издеваться над абрикосами Я никогда не издевался А все они у меня привиты на манджорцы И не привиты они рослые И никогда я не выбирал слаборослые И мне не нужен слаборослый Мне нужен чем больше, тем лучше Вот Почти как в анекдоте Побольше и подлиннее Шутка Так, фото предлагаю Итак, это Московская область Идем по порядку Вот этот снимок был получен мною Годом раньше На тот момент Или двумя Сейчас не соображу Растут они уж больно быстро Это академик Это из института Один из трех самых мощных институтов Которое есть в нашей стране Так вот Проходит время Мы с вами его проходили Этот снимок И так наступила весна этого года Вот Я сразу хочу сказать, что Во-первых, результат давай посмотрим А потом вернемся Потому что Мне как говорят Друзья же Самые лучшие Вы учите как надо А как не надо, не говорите Вот Я вот не могу понять Как можно учить как надо А нужно же Показать контраст Потому что Ну вот я сказал, что Не должно быть штампа Ну сказал Ну и что Чихали на мои слова Вся наука начинает Академику Идем дальше Вот свежее фото Теперь мы видим, что Мы видим, что Этот окончательно умер Вот Уже окончательно Хоть посажем правильно Сразу бросается в глаза Штамп Который я считаю Что они неправильные Разница Ну казалось бы Но этот сибиряк Москва Вот Он не замерз Замерзнуть не мог А этот-то почему мертвый Я и Ну догадок много Биологическая несовместимость С подвоем Раз Что там за подвоем Два Мы понятия не имеем Если Если там подвоем А я не знаю Где и как В Европе Нам ничего не говорят В прошлом вебинаре Мы с вами обсуждали тему На что привито А тут вроде бы Крутой питомник Написал следующее Подвой с Сенцевой Сенцевой Мы с вами сейчас увидим Шеневр Чуть ниже Сейчас поймете Итак От подвоя зависит Какой подвой Близко родственник Дальний родственник Внутривидовый Снаружи видовый Так уж я образно Вот здесь вот Огромная работа проведена Тридцилетняя Здесь получается так Что академик Он не сразу стал таким Он и внешне изменился И плоды Если помните Округлились Я уже в отчаянии Назвал Дал мне новое название Вынужден был дать Но потом подумал Подумал И с радостью Дал название Курдюму Но это мы будем Проходить еще раз Но факт Случает в следующем Значит Для меня Основное Обвинение Против этого института Именно которого Я его назвал Это штамп Почему будем говорить дальше И вот наконец Мне человек присылает Фото С академика Который выжил То есть Сергея Железова Как вам эти плоды Как вам вот эти плоды Вот А еще Это как на вашем Заметном фото Да У меня есть Такое фото Такое впечатление Что это мое фото Хотя это не мое Они так и растут парами Вот Очень похожи Друг на друга Обратите внимание На листья Если Болезнь Европейцев Угруш Это касается И яблонь И это Вспомни Это чертову Паршу И абрикосы И вишни С вечным Монолезом Вы понимаете Что Я всегда Ну тут нет Моих фото Это его Да Я всегда Когда такие фото Получаю Радуюсь за плоды Я всегда с ужасом Ой Нету Вот А может быть Это Ведь Подвой Влияет Понимаете Европейцы Есть европейцы Я уже Не хотел Так долго Говорить Но На маньчжурце На дальневосточек И прием Дальневосточек С чего тут будут Эти-то Плесень Откуда Она возьмется Вот изувечили Вот так Вот Да Все Дерево Заболело Дальше Жди Беды Ну Две Назвало Штамп И Биологическая Несовместимость Скорее всего Мне еще Одно Смущает Они Обычно Этого Не разглядеть Третий Назову Прививка Должно Быть Как можно Ниже Буквально Это Самое Чуть Не поверхности Касаться Я приводил Много Примеров Как они Легко Восстанавливаются Когда прививка У земли А если Выше А чем выше Тем она Ненадежнее Это я уже Опять проходил Раз Вот Тем больше Влияние Подвоя На привой Два Нам надо Чтобы привой Задавил Подвой А он же Никуда не денется Подвой Он не умрет А здесь Умер Видите Вот сколько Я вам наговорил Идем дальше И так Вы полюбовались Вы согласны Что это академик Мы еще Сегодня академик Увидим Вот Но уже фальшивая Итак Посмотрели Следующий Второе письмо Пришло От Катерины Которая Господи Она теперь поможет А кто В общем Она является Администратором Моего сайта Так Она Она тоже Заболела Заболел Сафронов Заболел Денисенко Вот Заболела Этот самый Уже выращивает Уже этот Троценко Это мои ближние друзья Благодаря Благодаря которым Челябинск Благодаря Вам познакомилась Сатуриной Оказалось Родной души Я это письмо Вам показывал Почему я повторяю Сейчас поймете Почему Вот Это наши люди Это наши женщины Так Теперь Смотрите Что У нее растут Кому надо Тот потом вернется Простет От Юрия Васильевича Что то Но Прививки мои Смотрим дальше Какие прививки Грушу С вашей Чернков Уже ели Очень вкусно Сейчас поймете Это все не шутки Вот Итак Повторяю Как Вот это Я не мог показать Вам фильм Она сняла Короткий фильм Вот это Яблоня Это учеба Ребята Это не просто Я вам показываю Чтобы показать Какие у меня Серенки замечательные Она с этими Серенками Чудеса творит Это яблоня Довольно немолодая Это ветка Прививка По моим понятиям Крайне неудачная И вот этот урожай Там штук 15 Да Отборных груш Вот Штук 15 А веточка Это всего метр Это чуть ли не Предсмертный урожай Потому что Ей же не спиливать Всю яблоню Ради этой ветки И ветка Это скелетная Вот Тем не менее Распробовала Теперь что она должна взять Она возьмет Эти ветки А дальше Идет насыщение Уже По мичурину Я вам рассказал Как я По конец А по мичурину Это как Если сейчас Она возьмет Эту веточку С яблони Для нее И перенесет На яблони Ну желательно Конкретный сорт То есть это Это как А она Кто Она фермер Не фермер Я говорю Не ей Я говорю Вам Будущим Селекционерам Она возьмет Эту веточку А в ней Уже гены Яблони А груши какие Это груши 200-300 грамм Это лесная красавица Это Европа А она где живет В Европе А лесная красавица Откуда Из Бельгии Видите как Пришлась Ко двору Она из Сибири Вернулась А обратно Здорово Мало того Дальше говорю Совет Отсюда Она должна Отрезать эти ветки И теперь На молодые яблони У нее Появится Новое направление Дело в том Что у груши Яблони Есть Они 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 когда-то Составляли одно целое Где-то Я потом вернусь К теме микроклонирования Так И вы поймете Когда-то Пошло Все началось С одной почки Даже не почки До почки была Клетка Живая клетка С мембраной С ядром С протоплазмой Одна Потом Попадая Делясь Попадая в разные места Она начинала Видоизменяться Тут все по Этому Дарвину Я уважаю Дарвину Это Не противоречит Церкви Это дополнение Расшифровка Так вот Божьего Дара Божий Дар Это клетка Потом мы объясним Подробнее О том ли я говорю Может сейчас уже Компьютер Отключаете Так вот Ближе к делу Итак Насыщение Насыщение Отсюда Яблоневые Там же теплей Там яблоня Немножко культурная Сразу говорю Я прививал Груши На яблони Дички Когда не было Груши По двое Из 180 мертвых 20 жалких Несчастных Я их потом Даже это Самое На второй год Даже не оставлял Настолько они Несчастные Это был Тупиковый путь На Сибирке Путь тупиковый А у нее Яблоня Это культурная Теперь С этой Почки Пойдет Можно на Грушевые Подвое Кто бы спорил Но грушевые Подвое Они из Дальнего Востока А у них Сержневый корень А там Где близкие Грантовые воды Или где Просто сыра Она не выдерживает Ну то есть Выдерживает Но относительно Вот Возможно Дальнейший путь То есть Может обычный путь Выпишут у меня Или выписал Не помню Семена Диких груш Этих же Уссурийских А возможно Еще проще Этих же яблок Подворачивает Этих В общем Она может стать Основоположником Нового направления Я до сих пор Не слышал Чтобы у нас В массовом порядке Прививали Груши на яблоне У нее Золотые руки Поняли Это еще не все То есть Одно направление Он дал Еще будет куча Дальше поехали Следующее Так Сейчас глоток Разволновался Не второй Только потому Что Ей долго не жить Вот почему И биологическая Нестимость все равно Есть Несмотря на предельный Урожай Жалко Ветки Вот А как я учу Прививаем Только у земли Как можно ниже Да Она У меня есть Груши При этом все равно На второй Третий год Цветут Но это как Исключение А если как правило То хорошо Когда на третий Четвертый год Но не позже Вот Видите Когда я подбирал Варианты Например Один из них Основание ветки Берется на прививку То есть Нижняя часть И основание Подвое То есть Само внизу У земли При этом Она все таки Достаточно Скороплодное Получается Так Достаточно Практически Не умирают В отличие от тех Которые привиты выше Вот То что выше привиты Я называю Стриптиз На морозе А так Получается Действительно Что В отличие от этого Они не торопятся И у каждого дерева Должен быть Ювенальный Как правильно Ювенальный Или винильный Сейчас вспомню Простите Я бы неграмотного В общем Ювенальный Ювенальный Винильный Период То есть Детство Вот И вот Получается Так Прививки Не торопятся И это Хорошо Вот это Слово Хорошо Потому что Глупость Дикость Предательство По отношению К дереву Заставлять его Рана Плодоносит Давайте Загибать пальцы Ой Мне уже Нет Я не буду Вас плохо мучить Я бы Сейчас здесь Пальцы Загнул Как это сделать Ну по русски В двух словах Нет В одном слове Это если Калечить Вот Теперь Даю скелетные Прививки на деревьях Которые плоды Так себе Так То есть Речь идет О деревьях Которые не жалко На прививку Теперь Сейчас самое Интересное Будет Это просто Праздник Мой Вот это Письмо Так Тут Она конечно Привила То что я Говорю Верхние Почки Выбрасывайте Прививки на лучу Был один плод Красивый Вкусный Так Смотрим Дальше Вот Ну Про Черняки А уже видите Сама пишет Уже черняки Грустно Прививку есть И учить Не надо Смотрите Сюда Вот Тут Первый Плод Впечатляет Который Был Годом Раньше Идем Дальше Так Стараюсь Соблюдать Закон Сопочтения Почек Ну Милая Людмила Ну Что мне С вами Делать Ну Если бы Это Закон Сопочтения Почек Знала бы Наука Сейчас Ну Сторона Была Покрыта Садами Ну Откуда Им Знать Что Хотите Я вам Сейчас Кто хочет Тот На моем Сайте Найдет Статьи Фильмы Я вам В одной Фразе Это Это Уже Можно В ран Постулату Вводить Одного У меня За сотню Знаете Как он Должен Звучать Но Это Образно Поймите Это Не буквально Это Принцип За Третьей Почкой Подвое Должна Следовать Четвертая Почка Привоя Ничего Не поняли Сейчас Сегодня Другая Тема Главное Что Людмила Это Знает Она Пишет Стараюсь Соблюдать Теперь Оставляю Островочки Дикой Культуры С Муравейниками Ну Что Мне Делать Ну Что Мне Делать Обычно Я матерюсь А тут Не знаешь Когда Это Самый Праздник На душе Островочки С муравейниками Ладно Еще Письмо Еще Не последнее У нас Калининградской области Климат Меняется В южную Сторону Это Кстати Хорошо И плохо Фотография Вашего Пчеренка Сделана 13 апреля На сегодня На сегодня Сидение Цвелопость Все Кроме Ям Та 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 Но Это Все Читать Все Надо Внимательно Потому Что Каждое Слово Кажда Строчка Она Это Информация Я хочу Чтобы Калининградской Области Ленинградской Псковской Это Самое Я уж Не говорю Про Эстонию Латвию Литву Там Тоже Есть Мои Сторонники Вот И Чтобы Там Были Абрикосы В конце Концов Мне же Прислали Письмо 20 тысяч Абрикосов Сад Посадили То ли Эстония То ли Латвия Все 20 тысяч Мертвых Они Понятия Не имеют О чем Мы с вами Знаем Литву Ладно Ближайший Вебинар Постарайтесь Рассказать Если На абрикосах Зависть Уже Сгорожена Не так Страшны Заморозки Как Время Светения Ну В то Время Я и Ответил Уже Не страшны Или Не так Страшны Теперь По моему Саду Пройдешься Кругом Привет От вас И Бродского А все Что Привито Абрикосы Яблони Груши Сливы От вас Сейчас Одно Чудо Я вам Покажу Вы Касались Тема Чудо А вот И оно Слово Чудо Я расскажу На отводке Местной Вишни Мамы С мелкими Вот К сожалению Мне неудобно Повторяться Я даже фотографии Оставлю Вишню Она привила Черенки Вишни С генами Черешни Есть у меня Таких Несколько Дерев Вот Дальше Мы с вами Проходили Мы видели Цветущую Вишню Дерево 100% Вишню И цветущую Черешню Дерево Далее Она пишет Я его Потом Упрекнул Где фотографии Уже Плодов И она Пишет Завязались Крупные Вкусные Одинаково Когда пришла Пора Вкусить Оказалась Одна Вкуснейшая Вишня Другая Еще вкуснее Черешня И это Подтверждаю Фотографии Были Весенние Вот А дальше Вот где Чудо А дальше Я упрекнул Слушайте Дальше Еще не все Самый главный Сюрприз Нас ждет Впереди Потому что Людмила Должна стать Вторым железом В том районе Потому что Первого Там я пока Не знаю Пока Она наверное Самая Окажется Руки Видимо Так Вовременные Так Здравствуйте В лекции Вы рассказали Неудачи Привыкать Черешни На Вишню Степную И посоветовали Соседу Постепенно Обрезать Вишню Чтобы Переродить Вишню Черешню Начиная Издалека А Кстати Она пишет У меня Есть Такой Эксперимент Только Я Проделал Работу С Лучей Абрикосом Я Сейчас Не повторюсь А Немножечко Прошлая Я Когда-то У меня Когда Поделился Со мной Черенками Боднер Я Сказал Себе Получил Только Первый Плодик Первый Но он Почему-то Не замерз А у меня Жахолонин Нескак Гратосов Чем Боднер Из черебушек И я Тогда На привал А лишнего Кушать-то Хотелось А У меня Тогда Была Пенсия Такая Ну Знаете Какая Она Была В 90-е Годы Так Вот Я Рано Вышел На пенсию И оказался В заднице Извиняюсь Так Вот Значит Сосед У меня Купил Пять Черешин Из них Три А он Новороссий Из них Три Превратились В вишни Уже На следующий Год Потом Были Другие Варианты Я Рассказывал Про Чернобаева Это Когда Вишня Превращалась Черешин Черешня Вишня Сейчас Получилась Вишня Вкуснючая Вот Все это Мы Проходили Я Просто Хочу Сказать Что Есть Понятие Вот Вы Знаете Вишня Бродит Гены Черешни Или Черешни Бродит Гены А если Еще Искусственно Это Создал Так Получилось Непредсказуемое Потомство И И В косточках Тоже Теперь Значит Здесь У нее У Людмилы Получилась Переделка Вишни Черешню То есть Я ее высылал Череньки Честно Вишневые Вот Но гены Черешни Были Внедрены Это Не Насыщение Ментора По железу Это Насыщение Ментора По Мичурину То есть Продолжения Не было Черенки Черешни Погибли Вишневые Увеличились В размерах И в конце Концов Мне вот Таких Примеров Надо Побольше Я С Судмилой Не сговаривался Это Важнейший Момент Почему Потому что Дальше Будет Еще Интереснее Я Вас Заманиваю Последнее Письмо Это Шедевр Вот Значит Вишни Черешни Это Интереснейшая Тема Почему В результате Мы получаем Как она Или черешню Возможно Она была Помельче Я же не вижу Она умудрилась Как она пишет Потом Где-то ниже Что Так вкусно Было Что разъели Потом вспомнили Про фотоаппарат Вот Но черешня Настоящая Я подтверждаю Фотографии Весенние Таких Примеров Пока мало Но это Факт Это явно У меня таких Примеров Уже Несколько Я Включал В свою Отдельную Это Они у меня есть В архиве Все эти Примеры Вот Теперь Вот это Пример Еще интереснее Вот сейчас Подхожу Итак Значит Я На Пару вебинаров Назад Рассказывал Про это письмо И показывал Короче Получилось так Взяла Я на лучу Привела А луча Вы же знаете В мяч Абрикоса Вы знаете Что она Все-таки Дальний родственник Скажем так Она все-таки Уступает В размерах Но я надеюсь Что ее успех Знаете С чем связан С тем Что она Вот то что мы говорили Там Больше Что она Все это учла То есть Если я Рассказывал Сейчас не буду Как прививать Абрикос На сливу Чтобы получить Максимальный эффект И максимально Продвижить жизни Не как там Допустим 40-50 лет Но хотя бы 20 лет Обеспечено Вот А за это время Можно получить Как у меня Десятки ведер Прекрасных плодов Абрикосов Привитых на сливу И вот Слушайте дальше Самое главное Теперь Когда она Придела одну прививку Я уж короче Потом вторую прививку И начал отрезать Ствол А лучу Постепенно 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 Так Вот Это потом Прочете без меня Так Я очень вас прошу Вот тут я Еще одно письмо Я лишнее То есть Личное убрал Вот Ну личная Как бы Переписка Теперь Про дела Вот И вот Получилось так Что Сейчас вы увидите Это без меня Ладно Так Смотрим дальше Значит Здесь Тоже Я не могу Подробно Потому что Мы с одним письмом Будем два часа Говорить Прищипываю кончики Гравитальных веток Это не по железу Но Не буду Придираться Потому что Главный результат И так Негативная гибридизация Если Если Это Ближе всех Я уже и так И так Вот И так И этак Если это Серафим мой Анна да не написала Какой соль Да и мне это загадка Но я люблю загадки А Ну здесь она Отрезала листики Скорее всего Это чтобы фотография Получилась Так вот Каких Серафима Это 30-40 грамм А здесь 90 Маньчжурец Самый крупный У меня Вот Я уже И так Берем по крупности Дальше Бай Бывало 70-80 грамм Но у него Краска бледнее Так Кто остается Ну то что Это не академик Вы и так Согласны Видели выше Остается Королевский Хух Похож И не похож А то что Не похож Это Так здорово Это Это Дело в том Что Прививка На Алычу Алыча Какая была Людмила Вы не написали Или я Не это Не прочитал Какого Света Был Алыча А почему У меня Черные Абрикосы Пожелтели А потому что Они привиты На маньчжурца Представляете Что получается Витативная Геморизация Существует Но тут Дело в том Я говорю И вам И всем Я хочу Чтоб Больше людей Занялись Этими сказками Потому что Я специально Полевского сказка Любого Почти любого Ученого И помните Я говорил В Иркутск Зональная Конференция Или как там Симпозиум Вот Записка Из зала Читает А это Живое Это все Не шутки Это прям Видео Присылает Видео Марина Кудина А там написано Как вы относитесь Витативной Геморизации Железу Ответ Научное Собственно Не поддерживает Точка А это Кто Она Что Нарисовала Что ли Я покажу Еще нарисованные Людмила Красивее Нарисованные Так вот 90% Что Это Черенки Королевского А знаете Как Сейчас Наберите Королевский Вы видите Там мои фотографии Десяток И сотни Других Ну естественно И много Нарисованы Так вот В советское Время Я представил Что Королевский Абрикос Является Росусским То есть Родина Франции А вы там Рядом Вам и Алыча Подошла Если вы Все по железу Делали То есть Привали Ну как Сказать Не просто Привали Помните На кончиках Веток Были эти Фотографии Мы С вами Разбирали На кончиках Веток В прививке Бессмысленные А здесь Получается Так Значит Уже Мы видим Что Изменения А дальше Я Два Этих Вывода Первая Галочка Значит Это Еще не Все Я Железо Утверждаю Ветокинные Гибриды Есть Есть Второе Утверждаю Они Не повторяются Разве Плохо Людмила Я специально Я может Сегодня Выбрал Такой Разговорный Стиль Я бы Рюмку Коньяку Я бы Так Такого Наговорил А на трезвую Голову Трудно Видеть Такое Чудо Вы представляете Быть Обладательницей Единственного В мире Вегетативно Гибридом У меня Каждое Дерево Уже Вегетативно Гибрид У меня Все Фаины Расползли С разной Стороны У меня Королевские А Эти Академики Округлились У меня Вишни Прорвотились Черешни У меня Черешни Прорвотились Вишни Вот Как доказать Людям Что за этим Будущее Почему Семенное Размножение Это замечательно Вот Но сколько бы Не выращивали Два семенных И не скрещивали Их Так Получится Моростойкость От одного Крупность Другого Но Принцип Один и тот же Чем севернее Тем Мельче Тем Менее вкуснее Чем севернее Тем Может быть Больше вырожай Но плоды Будут мельче Чем севернее Тем Больше потерь А значит Если Деревья Получились Разные Естественно Перекрестное пыление Вот Вспомните Вы найдите Своего близнеца Где-нибудь Из миллионов Замучитесь Искать Так и деревья Они вам только Кажется Одинаковые На самом деле Они такие же Индивидуалисты И вот Получается Они Мы не можем Измерить Моростойкость А мы северяне Мелим Просто Знаете Как Получили Семена Посадили Десять Штук Страшный Мороз Девять Замерзли А десятый Остался И друг Ой он такой Плохонький К какому Воду Приходит Наука Или там Допустим Может не вся Наука Но многие Садоводы Приходят Вот Семенное Размножение Оно портит Сорта Одичают Да просто Выживает Самое Надежное А какой Самое Надежное Самое Моростойкое Тире Зато Самое Неприхотливое А крупность Культурность Это свойство Более Южных Растений А мы Еще А если Мы Как Делаем Мы Не просто С вами Берем И Опыляем Делается Сознательно С помощью Специальных Презервативчиков То есть Этих Самых Марлевых Этих Самых Мешков Так Ну Цель Такая Чтобы Южным Передать Нет Южным Передать Моростойкость Северным Передать Вкус А потом Прошел Мороз Извести Осталась Одна Самых Хреново Ну Хреново Не то Слово Вот Сейчас Я Потом Вам Другой Раз Покажу Я Был На озере Сегодня И Как будто Специально Сделал Детские Фотографии Это Вовсе Вовсе Которое Неведомым Путем Или Птицами Или Люди Наплевали Косточки В озере Там Отдыхают Обычно Бывший Карьер И Вот Там Сейчас Уже Вовсю Плодоносят Я все Поперепробовал Я же Железом Эти Волоси Вишни Они Все Невкусные Все Все Наверное Там Костик Было Десятка Раз Больше Но Выжили И Плодоносят А там За городом Всегда 40 И Больше И Минус 40 Вот И Они И По Барабану Но Они Самые Невкусные В общем Так С этим Разобрались Теперь Самое Главное Это Пункт 1 Я сказал И Да Уже Много Чего Наговорил И Про Семенное Размножение И Про Перекрестло Пыление И Вот И То Что У вас Единственный На всю Планету Вегетативный Гибрид Вы Добились Прививка На Лучу Теперь Вы Захотите Размножить И стать Единственной Обладатель Уже Назовем Это Формой Вот Ну Как бы Еще Назвать А Вегетативный Клон Ладно Пускай Хотя Их не бывает Спросите У любого Ученого А нет Есть Этот Ладно Не буду Теперь Что дальше Из этого Следует Вы Берете И Приваете Снова На Лучу У вас Есть Шанс И Поняли Теперь Ваши Задачи Если Вы Хотите Вы У вас Может быть Там Родственники Друзья Кто-то Займется Вот Глядя В этот Фильм В этот Вебинар Серьезно Уже Надо Развивать Линию Алычи Использовать Те самые Конкретные Установки Железового Чтобы Максимально Продлить Род А с каждым Поколением Он будет Прививок Каждое поколение Прививок Второе На третье Третье На четвертое Вот Они будут Долговечнее У них будут Сращиваться Эти самые Кроны То есть Так Алыча Будет Алычой А абрикос Будет немножечко Уменьшаться Его рост Ну и пускай Это Не такая уж Плохая Как бы назвать Не такая уж Плохая Жертва Если Абрикосовое Дерево Станет Менее Ростом Это Не самая Главная Беда Вот Некоторые Если вырастет Несколько Поколений Алычи Специально В кайп Выращивание Подвоем Вы Кстати У любого Питомника Из тех Стас Личних Которые Мои фотографии Присвоили А по русски Украли Вы спросите На чего не приводит Так не добились Ни от одного Ну правильно Плоды то нарисованы Эти самые То есть не так Плоды Или нарисованы Или украдены И так значит Вот эта линия То есть Загибайте пальцы Я говорю Не только для вас Потом этот кусочек Именно Вот именно Вот эти вот Я больше всего Разговорился Где Где начинается Ваше письмо Еще несколько минут Я надеюсь Будет вырезано Моими помощниками И В виде отдельного фильма И пусть он гуляет По просторам Когда-то Кто-то должен вырастить По двое Именно По двое Алычи И все Они должны Вот у вас Вы сказали Плохие Там выше написано Много плодов Они плохие Это бесценные Плоды Теперь Все Но После того Вы ее теперь Уничтожили фактически Да Согласны Вы же полностью Перешли на абрикос А кто знал Что такой эффект будет И вы не знали И я даже не сказал Не режьте все Я когда говорил Режьте эти Чтобы дать простор Этим самым Абрикосам Я говорил Отрезайте алычу Теперь Алыча никуда не делась Она выбросит Новые ветки С этих веток плоды Введете Новую линию Алычи Может и черенков Но лучи с косточек Почему Алыча подвой Лучи с косточек И Через несколько поколений Подвоев И привоев Вот Ваш весь край Будет покрыт Вот этими вот самыми А теперь смотрите А теперь смотрите Знаете Что там выше написано Что дерево 8 метров шире Ну Вверх Расти не хочет Да вы же догадались Что К абрикосам Перешли Качество Вегетативное Качество Перешли Алычи Согласны Кто не согласен Смотрите в глаза Вот А Кто-то из ученых Скажет Ерунду Мели Железом Вот Так вот Именно такая форма Да Эта Алыча Пошла Вширь Абрикосам Передались Ее качество А вы сказали Помните Как там выше написано Это небольшое Замечание Я вас готов Поцеловать И обвинять На дело В том Что Вот это Вот Что Вы Кончики Вот тут Чтобы она Расла вверх Вы Горизонтальные Косточки Кончики Отрывали У вас Вот это Прищипывание Оно играет Вот в Сибири Оно смертельно Только об этом Никто не знает Почему-то Вот Кроме меня И вас Кто слышал Об этом Оно смертельно Потому что Век короткий Ой там Долго рассказывать Что Прищипнешь тут Проснется тут А тут мороз У вас климат Мягче Прищипывание Для вас Такой роли Не играет Хотя Все равно Это как бы Ну или уже Хотя бы Те кто учит Прищипывать Говорил Разделим Страну На две Юг и север Граница Где-то там Может Курск Липецк Где-то Псков Вот такая Граница Вот Магнитогор Челябинск Где-то Вот так Граница Севернее Не смейте Не прищипывать Не отрезать Ничего Но в данном случае Опять отвлекся Я все хватаюсь За разные темы А пока Вернусь Возвращаюсь Обратно И говорю Вы волшебница Вот То что я рассказывал У вас сейчас так Если вот эта косточка Да Вот Ей цена Примерно Тысячу долларов Почему Потому что Ничего подобного Я Железу Который Получил Тысячи писем Который Знаком Со всем Любительским Садоводством Подчеркиваю Никогда Не учил Эти промышленные Сады Выращивать Только вот такие Чудеса Вот Вот эти Косточки отсюда Это тысяча долларов Черенок Тысяча долларов Запомнили? Вот И Тот Кто Эту самую Вот эту линию Продолжит И покроет Весь Заметьте Я ведь не все сказал Именно Алыча Там где много снега Там где сыра В качестве подвое А вы сделали Страшно важный шаг Начинали железу И у вас все получилось Вот Потому что Ну что ты будешь делать У меня было 30 сантиметров Снега всего И вот Когда я весной Делал привывки Это самое Знаете Как мы внедряем Сергей поехал Въехал мимо рынка Купил 4 садынца На одном было написано Это я отвлекаюсь Что хочу Так говорю Веминар бесплатный Вот Значит На одном было написано Нектарин Он купил Ну естественно Я говорю Рядом с Нектарином Даже не рос Но ведь что-то же Даст нам Короче Я тут же взялся Нарезал с этих саженцев Он выбирал там Где привои Ну такие ровненькие И Можно срезать Я сделал Нескодесятков Прививок Не все пошли Чужеродные совсем Ну прививаем По принципу Слепой случай Так Для чего Я это сказал Дело в том Что когда я сунулся Выкапывать По двое У Сергея Манжурцев Чтобы эти Привить Я выкопал Штук тридцать Из них Три или четыре Было уже все Уже кора Как называется Вот в этой части У абрикосов Моих этих Одно-двухлетних Сенецов Эта кора Уже Как-то Концом Свернулась Ну как у березы То есть Уже Соплевание было А всего Это 30 сантиметров Снега было А теперь Понятно Что Есть предел Возможности Для абрикосов Мне говорят У меня метр снега Средним Я сейчас опять Втрекся Но тема-то Она касается Именно алычи Так А вот Как быть Я говорю Ну хотя бы Полметра Поднимайте Хотя бы А когда скажешь Ему Что на метр Поднять Ну это какой Холд Это надо Полгрузовика У меня уже Язык застревает Такие советы Давать Я говорю Хотя бы Холм Полметра Ну на эту тему Проходили Итак Людмила Мы сможем Обладателю Уникальных вещей Другое дело Что Тот Кто дальше пойдет И покроет Все Это не шутки Это Захотел Не захотел Это 90-100 грамм Хух Я Сколько Прошло времени Час Я пошел На кухню Чай Греть Дальше Пойдем Вот это Это главный праздник Сегодня у меня Самый главный праздник Вот Трое Приславили фотографии И фаина Из косточки Это чудо Из чудес Потому что Этого не может быть Никогда А фаина Вообще Тройной Вегетативный Гибрид Но я о нем Рассказывал Продолжение следует... Продолжение следует...